Литературно-театральный клуб «Сказка» Свою книгу они отправили на Международный конкурс «Надежды России» и заняли первое место в номинации «Литературное чтение». Каждый воспитанник клуба получил по диплому и одному экземпляру издания. Катя, скажи, о чем ты написала в журнале? О том, что он любил сосиски, но мама не разрешала, ему есть сосиски и хотела, чтобы он превращался в елочную игрушку. На елочную игрушку он и так превратился. Надеюсь, на Новый год его пожалели, попросили Деда Мороза не какую-нибудь игрушку, не конфету, а именно то, что они хотели, чтобы Паска стал обратный котом. Какую ты статью написала? Что это, звезда? Расскажи. Которая упала с неба. Дети, когда пошли ее искать, нашли по дороге с дедушкой. И она стала емочной игрушкой. А потом, когда год прошел, она снова летела в небо. 13 декабря книгу презентовали родителям в Центре детского творчества. Рассказать о ней решили оригинальным способом – в виде КВН. Елена Королева всегда старается придумать что-то интересное. К мероприятию они готовились в течение месяца. Дело в том, что они все перепробовали все роли. И поэтому, даже если кто-нибудь заболел бы, как у нас в этот раз, три человека заболело, не пришло, их сразу же мог заменить любой человек. То есть они все все учили, да? Все все учили. Воспитанники клуба «Сказка» подготовили восемь сценок. Раз это КВН, то все они были с юмором. Папа! Мама! Я сегодня приняла трех. Двое из них были мужчины, а одна женщина. Дочка, как ты узнала, что две мухи были мужчины? А две женщины. Одна женщина. Одна женщина. Это просто. Две мухи сидели на газете, одна на помаде. В КВН участвовали две команды – «Победа» и «Молния». Каждая из них выполняла по шесть заданий. Как и везде, на их КВН есть и специальные жюри. Оценивали ребят с помощью медалей. За каждую победу – по одной штуке. Все конкурсы оригинальные, Елена Королева придумала их сама. Например, литературно-театральный словарик, где ребята должны объяснить различные слова, связанные с книгами и театром. Или же конкурс художников-дизайнеров. Двум участникам от команды нужно было очень быстро подготовить афишу о их КВН. Долго и сложно было, но мы справились. А что было сложно? Ну, некоторые сценки мы тоже отрабатывали, но некоторые были сложные. А какие, например, расскажите. Ну, вот, например, было мне сложно, где чертик и шутка идут по дороге. Почему? Я некоторые слова забывала. А расскажи, как вы готовились? Мы очень много готовились. Мы готовились полгода. А почему так долго? Ну, чтобы все было правильно. Все было хорошо. По итогам победила дружба. Каждая команда набрала по 10 медалей. Инга Лапикова, Евгения Коломеец, Алексей Сухой. Пушкинское телевидение. НапäsNI Эк noveц. Субтитры делал DimaTorzok